ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ ЛИБИНА ОТОМ, КАК ГНОМ ПОКИНУЛ ДОМ Научитесь оценивать поведение героев произведения. Чтобы узнать название первого произведения, которое мы будем изучать, отгадайте загадку. Посреди степи, как большая юбка, домиком стоит красочная... Юрта! Правильно! Юрта – это гениальное изобретение кочевников. Юрте много веков. Состоит из складных решеток кириге, купольных жердей уыков, купольного круга шанырака. Шанырак служит дымовым отверстием и одновременно окном в небо. Шанырак является семейной реликвией, признаком продолжения рода. Он передавался из поколения в поколение, от отца к младшему сыну. Само отверстие юрты – тундык. После соединения решеток и шанырака выгнутыми жердями, юрту покрывают войлоком, который хорошо защищает от ветра, от снега и от жары. Автор стихотворения Юрта – Костек Баенбаев. Советский и казахский детский писатель, поэт, переводчик. Родился 15 ноября 1936 года. Окончив среднюю школу, работал в колхозе. Учился на факультете журналистики Казахского государственного университета. Многие годы плодотворно трудится в жанре детской поэзии. Первые стихи были опубликованы на страницах журнала «Пионер». Откройте учебник на странице 73. Как вы думаете, о чем будет говориться в произведении? Прочитаем стихотворение и узнаем. Читайте вслух правильно и выразительно. В степи на Джайляу пасутся овечки. Там дедушка юрту поставил у речки. Светла и бела, словно тучка она. Под куполом дырка за место окна. В нее синева поднебесная льется. Нам с дедушкой в юрте отлично живется. К нам в гости с утра через коврик порог Влетает небесный степной ветерок. Какие чувства испытывает автор? Костек Бенбаев в стихотворении показывает любовь к своему жилищу. Герой произведения чувствует спокойствие и умиротворение. Прочитайте отрывок стихотворения и найдите в нем средства художественной выразительности, которые использует автор. Там дедушка юрту поставил у речки. Светла и бела, словно тучка она. Проверяем. Автор использует сравнение. Баембаев пишет, что юрта светла и бела и сравнивает юрту с тучкой. Автор следующего произведения Лебин Михаил Георгиевич, поэт. Однажды на чердаке родительского дома Михаил обнаружил старую толстую тетрадь, исписанную стихами. Стихи писал его дед. «А может, и я могу?» Задался вопросом Михаил. И вместе с двоюродным братом, теперь известным российским поэтом Сергеем Макаровым, они дали волю творческим порывам. Стихи Лебина печатались в местной газете, звучали по областному радио. Было написано несколько песен, в том числе и посвященные морякам-подводникам. Михаил Лебин написал сценарии мультфильмов. «О том, как гном покинул дом», «Бобик в гостях у Барбоса», автор текста песен к мультфильму «Пес в сапогах». Произведение Михаила Лебина «О том, как гном покинул дом» находится на странице 74. Послушайте стихотворение, определите основную мысль. Далеко в краю лесном жил-был старый-старый гном. Был у гнома старый дом, триста лет он прожил в нем. И бывало, если гнома не бывало долго дома, старый дом о нем скучал, грустно ставнями стучал. Раз понадобилось гному на три дня уйти из дому, неизвестно почему. Но на третий вечер дому стало страшно одному. Старый дом навстречу гному зашагал в ночную тьму. Гном вернулся, дома нет, и зарос травою след. Все места вокруг знакомы, только дома нету дома, только двор, да забор, да вокруг дремучий бор. Что могло случиться с домом? Может, он ушел к знакомым? Может, он с дороги сбился, с непривычки заблудился, встретил речку на пути и не может перейти. И подумал старый гном, бедный, бедный старый дом, поспешу ему навстречу, хоть на полдороги встречу. И ушел в дремучий бор, а калитку на запор. Очень мало интересу до утра шагать по лесу. Ночь прошла, и день настал, дом бояться перестал, поустал, замедлил шаг и решил при этом так. Гном, небось, давно уж дома, знать, домой пора и дому. Воротился, гнома нет, лишь росой усеян след. Гном вернулся, дома нет, дом вернулся, гнома нет, дома нет и гнома нет, и в лесу затерян след. Через год с большим трудом повстречались гном и дом. Дом родной, гном родной, как я счастлив, ты со мной! Сказка окончена, осталось лишь один совет вам дать. Если мама потерялась, значит, маму надо ждать. Слишком долго маму ждать не придется. Мама будет вас искать и найдется. В стихотворении встретилось новое слово. Давайте узнаем его значение. Ставня, дощатая или железная створка для прикрытия окна. Ребята, подумайте, какая основная мысль произведения? Мысль или по-другому мораль стихотворения довольно неожиданно, но понятно и написано в последних строках. Если мама потерялась, значит, маму надо ждать. Мама обязательно придет к тому месту, от которого ушла. Чтобы оценить поведение героев, необходимо ответить на следующие вопросы. Что герой делает? Как он объясняет свои поступки? Оцените поведение дома. Дом начал скучать по своему хозяину, испугался и пошел его искать. Оцените поведение гнома. Гном ушел по своим делам, и когда вернулся, то обнаружил, что дома нет. Он начал переживать, что же могло произойти, и решил, что бедный старый дом заблудился, и тогда поспешил ему навстречу. После урока выполните задание 5 на странице 16. Прочитайте стихотворение самостоятельно еще раз и найдите выразительное средство, которое использует автор. Последнее задание на сегодняшнем уроке. Продолжите пословицы. В гостях хорошо, а дома лучше. Без хозяина дом, сирота. Дом – это не просто строение, со стенами, дверьми и окнами. Дома мы чувствуем себя безопасно, уютно. Это место, где царит особенная атмосфера, куда хочется возвращаться. Самостоятельно поразмышляйте над смыслом данных пословиц. Наш урок окончен. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...